Русский язык сложен, но логичен. Многие вещи в нем можно просчитать на основе классических размышлений об устройстве мира. Переходность глагола также легко определяется, исходя как без названия его категории, переходное значит обозначающие действия, переходящие на какой-либо предмет, так и ряда присущих, только ему грамматических признаков. Давайте попробуем разобраться, как просто и быстро увидеть в глаголе его переходность. Энтон Пепеп. Прежде всего мы должны понять, что переходный глагол связан не только с субъектом «я сплю», но и объектом «я бужу ребенка» действия. Соответственно, категорию переходности можно увидеть уже на семантическом уровне. Если глагол требует дополнения, если без него он является неполным по смыслу, то скорее всего он будет являться переходным. В качестве объекта действия у переходных глаголов выступает существительное или местоимение, стоящее в винительном падеже без предлога, например, «я встречаю кого?» «Его брата» В. П. «Я пишу что?» «Письмо» В. П. Переходные глаголы, содержащие отрицание или указывающие на часть предмета, могут сочетаться с существительными и местоимениями в родительном падеже без предлога, например, «я не купил». «Чего?» «Молока» Р. «П» «Я отрезал чего?» «Хлеба» Р. «П» Текст озвучен в Яндекс.Клауд В отличие от переходных, непереходные глаголы не в состоянии образовывать смысловые грамматические пары с вышеуказанными существительными и местоимениями, например, говоря «собственно». «Сне» нельзя сказать «я сплю кого». «Что?» Поскольку субъект спит сам по себе. Чаще всего переходные глаголы выражают идею прямого физического воздействия субъекта на объект, «я мою посуду» или чувственного взаимодействия, направленного от субъекта к объекту, «я люблю». «Маму» Непереходные глаголы обычно связаны с семантикой движения или перемещения в пространстве. Например, «я иду», можно сказать, куда иду или как иду, но нельзя сказать, что я иду этим самым. «Оказываю на кого-то или что-то какое-то влияние», или «я плыву», можно сказать, куда плыву или на чем, и так далее. Переходными никогда не бывают страдательные, дом построен строителями, и возвратные «я нуждаюсь в деньгах» глаголы. В ряде случаев переходные глаголы могут употребляться без своего объективного дополнения или и вовсе не иметь его в том или ином контексте. В первом варианте мы имеем дело с разумным упущением слова, которое легко восстанавливается из общего смысла текста и может содержаться в предыдущих или последующих предложениях, например. В устной речи вполне допустимо сказать «я ем», не упоминая того, что именно «ем», поскольку всем, кто в этот момент находится с говорящим, это и так видно. Во втором речь идет о так называемых лоббильных глаголах, приобретающих категорию переходности или теряющих ее в определенном контексте, например, «я пишу» не обязательно требует дополнения. Так как можно означать не столько действия, направленное на конкретный объект, сколько вневременное занятие человека, постоянно пишущего разные вещи. Лоббильные глаголы признаются не всеми филологами. По умолчанию принято считать, что в русском языке существуют только переходные и непереходные глаголы. Озвучено Яндекс.Спичкит. Соответственно, встречая в тексте или разговорной речи глагол, похожий на переходный, но не имеющий дополнения, принимать решение о степени его переходности нужно, исходя из его грамматических. Возможности сочетаться с существительными и местоимениями в винительном или родительном падеже без предлога. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.